Когда люди разных национальностей создают семью, это основа какого народа? На каком языке будут они говорить? На каком языке будут говорить их дети? Мы ассимилируем свой народ, мы теряем одну единицу. Закон физики, большая масса поглощает меньшую. Иса Хайбулаев, 62 года, по роду деятельности я, наверное, остался оптимистом, потому что по жизни всегда строю какие-то планы. Сейчас основной бизнес у нас ресторация, это ресторан Алем. Я родился на станции Фетченко, это Кувинский район Ферганской области, Узбекистан. Отец Хайбулаев Небебула был строитель, а в Арахмед Лесна сейчас его нет. Мама работала на хлопзаводе в Хайбулаево-Азизе. Они были родом с Красногвардейского района. Мама деревня Ташладаир, сегодня это село Янтарное, а отец из села Вахуп-Харзяу. Это возле Красногвардейска, на сегодняшний день этого села нет уже. Вопрос Крыма, он стоял у нас с детства. Когда мне еще было, наверное, года три или четыре, мы с бабушкой каждый день ходили на вокзал и смотрели, пришли, поезда или нет, которые должны были нас забрать в Крым, по утверждению бабушки. И вот мы каждый день, она брала нас за руки, и мы ходили на вокзал, смотрели, ждали, вагонов нету, потом возвращались. И так было изо дня в день, изо дня в день. Поэтому тема Крыма для нас, она была впита с молоком матери. Она была постоянно в семье, она была обсуждаема дома. И мы, в общем-то, выросли на том, что мы должны вернуться в Крым. Я вернулся в Крым в 89-м году, в июне месяце. Родители приехали раньше, отец приехал в 87-м году, а мама приехала в 88-м году. Вы знаете, на разных этапах задачи были совершенно разные. На первом этапе главная задача была прописаться в Крыму, это тоже была проблема. Вторая задача была, это как-то трудоустроиться. И третья задача решить жилищный вопрос. В 89-м году, когда я приехал, правда, немножко мне повезло, то, что я приехал в совхоз во время уборки. У них не было завгара, и говорят, пойдешь завгаром работать? Я говорю, да, пожалуйста, хоть кем пойду работать. Вот, и мы пошли в колхоз, вот, и, значит, все там работали, кто мог. Кто там инженера, специалисты, кто был, кто был трактористом, кто был комбайнером, кто был шофером. А мне так повезло, я был завгаром. Совхоз был одним из крупнейших таких хозяйств. Как-то, да, любили называть себя совхоз-миллионер. Совхоз-миллионер, но в 89-м году там всего было 6 семей крымских татар. Вот, так получилось, что мы, когда начали работать, к нам приглянулись, и буквально через год уже в этом совхозе было 50 семей. То есть они поняли, что люди работящие, люди надежные, люди не пьющие. Директор это быстро понял, и поэтому начал брать всех, кто только приезжал, потому что кадровый резерв в совхозе был очень такой слабенький. Я проработал недолго, до 92-го года. Колхоз все еще был на ногах, но уже начинал шататься, но мне хотелось открыть что-то свое. И вот первым моим таким детищем было малое предприятие «ДАИР». И, значит, когда я открыл эту фирму, я поставил, говорю, всем лозунг. Мы, говорю, давайте сделаем так, чтобы все говорили, что летайте самолетами «ДАИР». Вот мы, говорю, должны вот так полностью раскрутиться, потому что мы на своей родине. У нас есть такая поддержка, наша земля, наши корни, наши предки, поэтому нам здесь будет легко. Так получилось, что мы в 92-м году, я в этом же совхозе выкупил думбыто и построили маленькое кафе. Помню, поехал в Ростов, купил два фризера и делали мороженое цветные. В начале 94-го мне предложили работать по программе обустройства квартированных, это строить жилье, дома. В тот год мы сразу заключили договор и, по-моему, в первый год построили 4 или 5 домов. Построили 4 или 5 домов за два года и на этом программа закончилась, что-то больше нам не стали давать подряды. И мы тогда занялись лесом. У нас вторая фирма, это была «Крымлес». С 96-го по 2001 год где-то мы занимались лесом на Западной Украине и в Киеве. И вот это было основное становление бизнеса нашего. Мы выкупили воинскую часть в Октябрьском. И мне особо было приятно, что мы эту воинскую часть забрали и сделали ее для мирных целей. Там у нас был цех по переработке древесины, у нас был цех изготовления мебели, был цех изготовления строительных материалов. В 98-м году мы выкупили Октябрьский завод строительных материалов. Это был филиал Белогорского завода стройматериалов. И начали уже делать гиперпрессованные блоки с отходов камнепиления. Мы начали делать пенобетон, мы начали делать газопенобетон, мы начали делать прессованные блоки, начали делать тротуарную плитку. То есть ассортимент был очень такой большой. Более 40 наименований строительных материалов. Где-то в 2000-х годах поставили цех по производству металлопластиковых окон. Крымлес был не только как бы заготовка, переработка леса, это была и строительная компания, которая работала уже, наверное, где-то в порядка 10 районах Крыма. В отдельные моменты количество работающих доходило примерно до 100 человек. Вот за эти 10 лет мы, в общем-то, выросли в такую разностороннюю компанию. С 89-го по 99-е, по 2000-е годы, если взять, мы жили в тот период, когда власть особо-то не очень приветствовала возвращение крымских татар. И любое событие, которое мы хотели провести, оно обязательно воспринималось в штыки. То есть как бы большого такого понимания и большого такого сочувствия нам не было. Поэтому, наверное, вопрос средств массовой информации, радио или телевидения, он стоял очень актуально. Я помню, даже когда мы в Средней Азии жили, по-моему, по радио два раза в неделю по 15 минут шел татарский концерт. И родители с таким нетерпением ждали это время, чтобы включить радио и послушать немножко родную музыку. Вот, видимо, вот это все равно как-то на подсознательном уровне осталось. И когда совершенно случайно подвернулась возможность купить телерадиокомпанию «Атлант», в общем-то, я ее купил совершенно не понимая, не осознавая вообще, что это такое. Я просто чувствовал интуитивно, что это надо, что это надо, что это может пригодиться. И после того, когда я уже купил, очень хорошо, что в этот момент был специалист в этом деле, это Шелкет Меметов. Самая главная проблема была, это проблема лицензирования, да, то есть как бы получить лицензию на вещание, получить частоты. И в конце концов у нас это получилось. Мы потихоньку с Октябрьского переехали в Симферополь. Радио Мейдан у нас два года вызревал этот проект. Но хорошо, все-таки в 2005 году, в феврале мы его смогли реализовать. И, как сегодня помню, это был холодный такой февральский день. И когда мы услышали в эфире джингл, который специально для этого написал Ролан Салимов, диджей Бибек. Так получилось, что вот этот вот коллектив, Ридван Халилов на GFME, вот эти ребята, тот коллектив, они сделали вообще невероятное, фантастическое просто, они сделали это, ну, на том бюджете, на тех возможностях. И когда в Крыму заиграл уже радио Мейдан, это уже началась новая эра, я считаю. Потому что буквально у всех, радио в машине, у всех только играло радио Мейдан. Там 102,7 FM, все, это было вот визитной карточкой уже Крыма, визитной карточкой крымских татар. То есть каждый крымский татарин ехал и слушал радио Мейдан. Все хотели слушать, все хотели слушать, и все говорили. Многие даже специально приезжали в Симферополь и кружились по Симферополю, чтобы послушать Мейдан, потом опять уехать к себе. Даже вот такие были моменты. Потом, когда уже в 2000-х годах рестораны начали массово так вот заполнять Крым, все-таки хотелось сделать что-то такое этническое. И когда мне очень многие предлагали, в том числе и моя жена, давай, говорит, ресторан сделаем. Я говорю, плохой не хочется, а на очень хороший денег пока не хватает. Я говорю, если будем делать, то будем делать хороший. И будем делать в таком этническом хорошем стиле, а это удорожание ровно в два раза. В 2007 году решились на этот шаг по той простой причине, что уже к этому времени был дживаль. Они построили Оденбазар Капаса. Вот эта вот тенденция, вот это направление, которое было задано тогда, оно было очень правильно, и оно было очень как бы таким маяком, что если мы хотим делать в Крыму что-то такое, то нужно сделать с такой исторической привязкой, чтобы действительно была какая-то связь. Мы решили тоже сделать в таком вот стиле этническом и приблизить его к такому немножко дворцовому стилю, как будто это вот воссоздание идет дворца Калга-Султана. Это у султана были братья, там или кто его родственники, и когда султан или хан Крымский выезжал, то он останавливался. Вот мы решили примерно вот такую вот воссоздать архитектуру. У нас немножко это получилось. У нас весь комплекс состоит из двух двориков, как бы из двух половин. Мужская половина и женская половина, да, то есть мы как бы разделили, мы сделали комнату для намаза, сделали, мы сделали абдесхане, сделали, ну то есть максимально приблизили, сделали такие закрытые дворики, как они были. Ну, я считаю, так, если сильно не придираться, почти удалось. Мы его сразу решили, что это будет халяльное заведение, там не будет алкоголя, там не будет свинины, то есть, что все запрещенное мы убираем, вот, оставляем то, что разрешено. Поэтому у нас получился вот такой вот комплекс Алем, который мы выдерживаем, несмотря на определенные трудности, но мы все равно считаем, что мы поступили очень правильно, что сделали именно такой ресторан, что именно в халяльном формате, то есть мы сохранили все наши традиции. Есть немножко непонимание, есть немножко непонимание людей, когда люди пытаются сравнивать нас с другими ресторанами. У нас категорически запрещено распитие спиртных напитков, да, и вот люди говорят, мы к вам привезли гостей, они привезли, приехали там за тысячу километров, мы им хотим показать Крым, хотим показать его разнообразие. Вот у нас есть бутылка там какого-то совершенно там дорогого вина за 10 тысяч долларов, а вы нам не разрешаете ее здесь выпить. Вы типа этим самым отпугиваете там с Крыма туристов, еще все такое. И вот приходится очень долго людям объяснять, что не в этом заключается суть. У нас халяльное заведение, вы это вино можете заменить прекрасным айраном, ну а выпить вы можете в любом другом месте, поедьте на Айпетре, на самую вершину, зайдите и выпейте, точно такой же будет эффект, если на то хотите. Здесь немножко аура другая, специфика другая, но зато вы здесь получите то, что не получите в других ресторанах. Здесь самая настоящая крымско-татарская кухня. У нас нету борща, у нас нету блинчиков там, у нас нет других блюд, да. Мы старались сохранить вот именно то, что было в меню наших предков, да, и старались сохранить эти рецепты. Поэтому вот такое недопонимание немножко вот есть, да. И я думаю, что это временно. Все равно люди потихоньку уже понимают, люди приходят. И я считаю, с каждым годом поклонников именно халяльной пищи, халяльных заведений будет только больше. Что-то советовать очень сложно, потому что все зависит от самого человека, в какой среде он вырос. какие у него ценности, какие приоритеты в жизни. Если кто-то пытается заработать очень большие деньги на этническом ресторане, то этого не будет. Наше поколение, которое родилось в депортации, у нас немножко другое восприятие того, что происходит. Допустим, молодежь, которая родилась в Крыму уже в 2000-х годах, которым сегодня 20 лет, они не прошли ту школу, которую прошли мы, те лишения. Вот они родились в Крыму, и это как бы само собой. А ведь многие, многие крымские татары для того, чтобы жить в Крыму, отсидели в тюрьмах. Многие их уволили с работы, их там отчисляли с институтов, со школы. Ну, очень много, но я сейчас не хочу всех перечислять. То есть, он нам не просто дался, этот Крым. И если уже когда человек состоялся, он себе должен всегда задавать вопрос, а что я могу дать Крыму? Для того, чтобы мы завтра могли детям сказать, Балар, вы живете в Крыму, давайте что-то вместе сделаем для Крыма, то мы в первую очередь должны сказать, а что я могу сделать? Каждый должен то, что может делать. Начать можно с самого простого, что может каждый. Это начать говорить на родном языке. Вроде бы это мелочь, но она очень важна. Она очень важна. Она формирует сознание, потому что речь идет через сердце. Человек, который не говорит на крымско-татарском языке, он не может прочувствовать всю боль этого народа. Он может, да, сказать, я вот знаю, я вот читал все, но для того, чтобы это все знать изнутри, надо говорить на этом языке. Это очень важно. Я считаю, что если кто-то хочет что-то делать, он должен прежде всего любить себя, любить свою семью, любить Крым. И когда вот он прочувствует это, потом можно начинать бизнес. Пока он не научится вот любить и ценить то, что у него есть, а есть у нас очень многое, и наша задача это все вот сохранить. У нас есть очень древняя история, которую мы очень плохо знаем, но она у нас есть. Это наши корни, на которых мы как бы растем. У нас на сегодняшний день есть народ, который здесь почти полмиллиона. Это тоже дает нам большую поддержку. У нас на сегодняшний день есть возможность получить хорошее образование. Без хорошего нормального образования будущего нет никакого у народа. Тот народ, который не учит своих детей, он обречен на что? На вымирание. Если мы будем учить детей, если у нас будет хорошая образованная молодежь, то у нас будет будущее. Мы жили в бедной семье, нас было шестеро детей, из которых четверо только остались живых. Отец получал 80 рублей на те времена, может когда-то 90, а мать получала 70 рублей. И вот на всю нашу семью этого не хватало. Но несмотря на это, четверо, все получили высшее образование. Все абсолютно. У нас был культ образования в Узбекистане. Если вы посмотрите ту молодежь, которая возвращалась в Крым в 80-х, 90-х годах, практически у каждого было или высшее, или среднее образование. Процент того, кто не получил образование, был там не больше 10%. То есть большинство было все люди подготовленные, образованные, интеллигентные. И это вот очень помогло нам вот в этой вот в трудной ситуации в 80-х, 90-х. Это тоже способствовало быстрому подъему. У моего друга сын решил жениться на девушке другой национальности. И мой друг позвал меня, говорит, вот давай мы как-то переубедим его, поговорим, что этого не надо делать, что надо жениться только вот на крымской татарке. И вот мы сидим, он начинает сыну говорить, 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 а он поворачивается отцу, говорит, папа, какая разница, мы же все равно дома все на русском говорим. Понимаете? И я говорю, вот ты понял, он тебе ответил на все твои вопросы. Это вина в тебе. Ребенок не виноват. Пока родители не начнут говорить с детьми на родном языке, дети не будут этого чувствовать. Никакая школа, никакая улица этому не научат. А человек, если он не говорит на родном языке, для него восприятие соплеменника, крымского татарина, тоже становится абстрактным. У меня, аллахачок шкур, дома дети, все мы говорим на родном языке. Мы вот пришли домой, переступили порог, все, у нас табу. Дома все говорим на родном языке. Не важно, дети, родители, общаемся. И мне особенно приятно, когда дети играют между собой на родном языке. Это так интересно, это так здорово. Когда они между собой играют в монополию на крымско-татарском языке. Это надо просто вот послушать, посмотреть. Это очень оригинально. И это здорово. Каждое время оно диктует определенные действия. Ведь в депортации 44-го года мы потеряли почти половину своего народа. Если с Крыма выслали порядка 250 тысяч человек, то через год их осталось, наверное, буквально 1100-120. И вот эта вот удручающая ситуация, это вот когда уничтожались целые народы, это, наверное, был единственный выход самосохранения у народа. Это вот увеличить рождаемость. Увеличить рождаемость. Другого выхода не было. Если бы тогда наши родители рассуждали так, как рассуждают сегодняшние люди. Я сейчас не хочу никого не приводить, но у меня есть один родственник, состоятельный, хороший, такой, уверенно стоит на ногах. У него двое детей. Я ему говорю, ну почему, почему так мало? Говорю, ну почему ни пять, ни шесть, ни восемь? Ну почему всего два? Он говорит, ну вот дети ничего не видят, а вот что я им дам, а вот что дети мои? Я говорю, подожди, а что должен пятилетний или десятилетний ребенок видеть? Что он такого в этой жизни сделал, чтобы он все должен видеть? Почему ты ему должен что-то давать? Ты детям должен, самое главное, дать возможность родиться на этом свете. И вообще в моем понятии, дети должны от родителей получить три вещи. Это здоровье, это воспитание, это образование по возможности. Все, все остальное они должны достичь сами. Если у него есть здоровье, если он правильно воспитан, если он образован, перед ним открываются огромные возможности. Конечно, мне повезло, Всевышний дал мне восемь детей, но я считаю, что я, конечно, мог бы и больше. Мог бы и больше, но это я сейчас понял. Если бы можно было чуть-чуть назад открутить, у меня бы, наверное, было бы 14 или 16 детей, потому что мне нравится, когда много детей, и я прям получаю удовольствие, когда вот так вот дети все сидят, а если еще и внуки, и невестки, то это вообще халабалах такой полный, шикарный, это здорово. Это здорово. И очень многие к этому приходят, что надо было побольше родить детей, надо было бы больше сделать детей. Будущее нашего народа зависит от нас. Если мы начнем делать многодетные семьи, это 4 и более, чтобы было детей, то тогда из количества всегда выходит качество. Всегда. Но когда малое количество, любой народ численностью меньше 500 тысяч, он обречен на вымирание. Это такая, ну, самая простая формула, которую знают все. А мы сейчас как раз на грани. Вот 500 тысяч плюс-минус туда-сюда. Или мы будем увеличиваться до миллиона и становиться на ноги, или мы вымрем, как другие народы Крыма, как хараимы, хрымчики, которые в Крыму были. Где эти народы? Они вымерли. Чтобы нас не подстигла эта судьба, мы должны рожать, рожать и еще раз рожать как можно больше детей. Другого у нас выхода нет. Самый главный приоритет – это дать образование детям. Но образование без воспитания – это тоже плохо. Есть такие моменты, где люди становятся сначала богатыми, а потом культурными и воспитанными. Вот это вот плохо. Понимаете, должно идти наоборот. Должен быть человек воспитанный, должен быть человек культурный, образованный и богатый. Тогда это хорошо. А когда наоборот, то это уже трагедия. Молодежь первая должна знать свой язык. Это очень важно. Знать наши традиции. Молодежь должна быть привержена нашей вере. Хотя бы самое доступное, что это должно быть. Хотя бы не делать запретное. Ну и, конечно же, самое главное – уважение к старшим, любовь к своей родине и учеба. Вот молодежи. Очень такой простой посыл. Он очень простой, но он работает. Можно создавать школы, можно создавать все, что угодно. Но ведь лидеров невозможно искусственно вырастить. Любой лидер в народе один раз в сто лет рождается. В любом народе взять там, ну, не больше. И лидеров рождают тяжелые времена. Когда сытая, довольная, хорошая жизнь, лидер не очень востребован народу. Почему в депортации у нас появлялись лидеры? Потому что они были востребованы, потому что народ в них нуждался. Народ в них нуждался. Я помню же, когда я еще был совсем маленьким, у меня отец играл на скрипке. И вот на свадьбах собирались деньги для национального движения. И вот мы были маленькие, но мы все равно это знали. Мы все равно это видели в каждой семье, об этом говорилось все. Это было запрещено. И мы знали, что какая это тайна, что об этом никому нельзя говорить. И вот отец играл на свадьбах. И вот когда они после свадьбы собирают, там вот эти деньги делают и складывают эти деньги отдельно. Это на национальное движение. И вот эти деньги использовались. И все давали. И все давали. Почему? Потому что народ жил в изгнании. Он жил плохо. Он жил под запретом. И эти тяжелые времена рождали лидеров. На сегодняшний день просто так искусственно родить лидера, ну, я считаю, это невозможно. Это и не нужно этого делать, потому что сама ситуация вытолкнет всегда нужного лидера. Идея, она еще была озвучена Нуманом Челевиджиханом на первом Хурлутае, да. Эта идея, она, по-моему, у нас была, она есть, и она никуда не умрет. Это наша государственность. Но для того, чтобы ее реализовать, мы должны сами быть к этому готовы. Пока мы сами не осознаем того, что мы народ. Когда мы живем в Крыму, мы должны задуматься, потому что мы не одни здесь в Крыму. Вокруг нас есть другие этносы. И надо себе задать вопрос, а как они воспринимают нас? Они нас воспринимают как основной этнос Крыма или нет? И что мы делаем для того, чтобы они нас так воспринимали? Я, допустим, своим работникам, когда мы работали, всегда говорил, вот люди должны, глядя на нас, сказать, вот я хочу работать с крымскими татарами, потому что они надежные, потому что они честные, потому что они обязательные, потому что они порядочные. И вот мы должны себя так вести в бизнесе, в жизни, во всех сферах деятельности, чтобы людям хотелось с нами работать, чтобы само понятие крымский татарин означало, что это надежно, что это хорошо, что это лучшее, что может быть в Крыму. Вот мы все должны вот в этом плане работать. Если мы этого делать не будем, то мы не будем восприниматься как народообразующий или как основной стержневой этнос в Крыму. И вот мы должны делать все для этого. А для этого каждый должен начать с себя. Потому что каждый раз, когда мы слышим, что какой-то вели, какой-то осман кого-то обманул, куда-то что-то сделал, еще что-то делал, ведь они судят не о вели или османе или о римзи, они судят о крымском татарине сразу. Потому что нас мало. Нас можно, как говорится, видеть через микроскоп. Если бы мы как другой этнос были бы сто миллионов, то мы бы растворились, никто бы не обращал на это внимание. Но когда нас мало, и любое наше действие воспринимается сквозь призму национальности. А для этого мы должны делать что? Мы должны быть лучшими. И это в наших силах сделать. Без этого будущего у нас никакого не будет. Пока мы не осознаем это, все осознаем, что мы должны быть вот такими. И все, и другого у нас нет пути. Только так. субтитры 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 Продолжение следует...